А сдохни нахер, козлина такая! Ой, мэм, мэм, вы мертвы! Скажем, нет страху, скажем, нет страху! Нет, барбарики работают! Салют, друзья, у микрофона Мея Сарке и вновь я на Majestic RP. Напомню, что сейчас нахожусь в армейке и уже, между прочим, на 11 ранге. И вот что заметил. Многие считают армию на РП Северак скучной фракцией, так как большую часть времени может ничего не происходить. Поэтому сегодня я решил показать ее с абсолютно другой стороны. Мы поучаствуем в настоящих боевых действиях 100 на 100 человек, где мы будем убивать врагов и спасать товарищей. Увидим, как взрываются истребители и в конце концов отметим все это на вечеринке военных. Надеюсь, увидите твой лайк под видео и смотри его до конца, чтобы не пропустить самое интересное. Кстати, заметьте, сколько деньжат уже прибавилось на моем счету. А все благодаря кому? Правильно, тем чувакам, которые ввели мой промокод. Огромное вам спасибо. Я подумал и решил, что отложу эти деньги и куплю наш совместный бизнес, который мы вместе будем делать самым крутым в городе. Так что вводите промокод при регистрации, тем более, что теперь он даст вам аж 10 тысяч баксов. Цена новой тачки, между прочим. Форт Занкуда это авиабаза США, так что даже на РП-сервере здесь постоянно летают истребители. И вот, как-то стоя на КПП, один из таких истребителей попал в яблочко. Твою мать, ты это видел? Охренеть, там только что истребитель разбился. Прямо об вышку. Обалдеть просто. Теперь ремонт делать. Да, 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 дело не в том, что ремонт. Вряд ли он катапультировался. Скорее всего, его вообще хоронить придется. А вдруг там генерал был? Обалдеть. Да уж, ситуация опасная. Управлять истребителем явно тяжело. А он еще, вероятно, отрабатывал какую-то сложную технику ведения боя. Но пилот это не единственный, кто может пострадать в этой ситуации. Чуть позже, принимая экзамен у рядовых на этой же вышке, ситуация повторилась. И угадайте, кто в ней пострадал. Да, он не пострадал. Твою мать. Порой одно лишь дохождение на форте Занкуда становится опасным. Никогда нельзя быть уверенным, что сейчас с неба на тебя не упадет. Бомба. Но это были только цветочки. Я не просто так заговорил про настоящую войну. Каждый вторник, четверг и субботу территория военной базы превращается в зону боевых действий. Все начинается с подготовки. Чтобы отразить нападение, все солдаты вооружаются по максимуму. Несколько бронежилетов, лучшее оружие и большой боезапас. Сражаться и держать оборону придется целый час. И права на ошибку нет. А пока велась подготовка, мой капитан предложил мне съездить в город. И помочь с доставкой еды и бинтов. Томас, поедьте на спецзадание. Какое спецзадание? Очень нужно закупить воды и бинтов для предстоящего события. Нужны свободные ручки и рюкзачки. Я готов. Куда направляться? Снырять? Только переоденьтесь, пожалуйста. По предыдущему видео вы должны помнить, что я поменял себе одежду, но видимо ее выбросил или оставил в машине. А чтобы не бегать в трусах, пришлось надеть мой патриотичный костюмчик, который произвел впечатление на капитана. Я Хуму позову и спрошу. Нихуя. Нормально, хорошая фарма. В плане закупки провианта нет ничего особенного. Почему-то в армии недоступна бесплатная еда и медикаменты, что очень странно. Надеюсь, разработчики это исправят. А пока приходится на свои деньги возить бойцам продукты из магазина. И раз я тоже решил покупать бизнес, то в комментариях хочу у вас узнать, что лучше всего купить. Пишите. Вернувшись обратно на военную базу, подготовка уже завершалась. Чтобы враги не смогли прорвать оборону, выставляется весь доступный транспорт в местах, где скорее всего они смогут прорваться. В мероприятии участвуют не только военные, а сотрудники всех государственных структур и, к моему удивлению, даже новостники. Всем нам общими усилиями нужно будет сражаться против мафий и гангстеров, которые хотят выкрасть оружие. И вот пробил час икс. Бандиты начали наступление. Все, все, первые КПП по земле идут, под мостом прошли. А они из-под моста в первом КПП, все, зашли. Ориентир полицейская машина, прошли полицейскую машину, но немного. Все, ближе к вам уже, на вас выходят. На смертников подходят, двое пришли к смертникам уже. Правда, оно длилось недолго. Под натиском наших пуль они быстро развернулись и начали отступать. Они отступают? Да. Да. Мы их тупо подавляем. Э, кто, блядь, сверху помнит улицу? Мы им пиздец, пиздец, да. Да, да, да. Все, стоим тут и отстреливаем просто. Охуенно просто. Скажите, что по кишке свиньи стреляли. К сожалению, в тот день силовиков было гораздо больше, чем криминала, поэтому серьезного нападения не произошло. Мы их так сильно подавили, что они даже не смогли пройти дальше КПП. Конечно, для армии это был день победы, ведь мы не понесли никаких потерь и даже устроили вечеринку в честь этого. Но вот следующая битва была гораздо горячее, но прежде чем окунемся в настоящий ад, нужно к этому подготовиться. Не-не-не-не, я не имел в виду отжимания перед дамами, военные не подкаблучники. Тактика, вот залог успеха. К сожалению, в таких мероприятиях каждый сам за себя, нет общей организации и тактического ведения боя. Нужно это исправлять. Первой подготовкой была операция по спасению заложников. Одни бойцы с одной стороны и другие с другой. Действуем как настоящий спецназ, заняв позицию у стены и дожидаясь штурма. Вот всегда я любил тренировки в армии, потому что там это основа фракции, и всю службу ты занимаешься чем-то интересным. В конце концов, тут наша команда одержала победу, и заложников мы спасли. Дожидаясь следующего нападения на форт Занхуда, мне довелось поучаствовать в еще одном тактическом противоборстве. Цель нашей команды была нападение на КПП, и тактика капитана была предельно проста, но агрессивна. Так, выжидаем, ребятки, выжидаем, чтобы у них очко, знаете, вот так немножко сжалось, напряжение немножко подержим. В рэф на КПП прошел идеально. Оборона сразу отступила и залезла в своеобразные окопы по бокам. Честно сказать, позиция у них была гораздо лучше, мы находились словно в бутылочном горлышке, пробежать через которое с живым нереально. Но у меня возникла еще одна дополнительная проблема. Мой автомат заклинило. Как такое возможно, я не представляю, но быстрая его прочистка исправилась ситуацию, правда, позднее ситуация стала еще хуже. Меня минус патрон. Я сдаюсь. Долгаты не сдаются. Бельки разъебали, блядь. А что по поводу передевания тут? Да уж, Женевская конвенция для военнопленных тут не действует. Если вы смотрели мои предыдущие видео по GTA 5 RP, то точно уже знаете, что я мастер оставаться без патронов. Ну а пока на базе мирное время, служба идет как обычно, и не обошлось без попыток проникнуть на территорию. Какой-то человек попытался незаметно пролезть прямо через КПП. Заполучив информацию об еще двух соучастниках, мы собрали группу экстренного реагирования и быстро отправились проверять их возможное местонахождение. Скорее всего могут здесь прятаться. Вот они, двое-двое. Один есть получается. Он впереди еще. Как оказалось, нас уже опередили и шпионов задержали. Еще более странным было то, что они переоделись в камуфляжную форму, пытаясь казаться военными, судя по всему. А кто проник на территорию? Я не проникал, я тут просто проверял, точнее изучал эти кон... Давайте... Вы будь задержан, да вы с ним не обстались, потому что ваш друг проник на территорию, а значит вы с ним заодно. Я был с одним человеком, вон он спереди стоит. С человеком еще один из ваших или... Ну хорошо, разберемся с этим. В любом случае вы на территории форта Занкуда. Формально эта территория находится за забором форта Занкуда, но очевидно, что просто так передвигаться тут нельзя, тем более маскируясь. Эти самозванцы были доставлены на КПП, где старшие офицеры провели допрос и выяснили кое-что интересное. Смотрите, у нас есть два варианта. Первый, мы сейчас просто вас отвезем за проникновение, вам будут предъявлены обвинения, статьи. Я понимаю, да. Второй вариант, вы все-таки скажете, с какой вы... ... структуры, мы проверим, подтвердим это у вашего начальства, и возможно с вами конкретно будут разбирать угол. Так что вы делали, у закрытого объекта все троём? И только вы один говорите, это ваши друзья или нет? Я же говорю, вот данный человек, который около меня справа стоит, в такой же практически форме, как у меня, мы с ним смотрели эти баки, или что у вас там с водой связано. Как увидели, что это вообще отходы, потому что там мухи летают, а вот третий человек, я его не знаю. Так, а они все троём на территорию проникли, или только один? Только один, остальные бежали за забором вдоль забора. Узнаёшься кого-нибудь из них? Угу. Орлы. Я вас поздравляю, все трое наши. После того, как приехали полицейские из участка шерифа, оказалось, что все эти чуваки у них работают. Зачем они решили полезть в бочки с говном, остаётся для меня секретом. Но пусть в этом говняном вопросе, в прямом смысле слова, разбирается губернатор, меня это дело не касается. И вот настал новый день Икс. Вновь начинается подготовка к обороне форта. И, как я обещал, эта война будет ещё горячее 100 на 100. Настоящее месиво. Однако, как всегда, все неприятности находят меня ещё раньше. Вот, надеюсь, что когда вы вырастите, не будете охламывать. На форт напали! Что? Завершив всю подготовку и выстроив транспорт по периметру, среди нас внезапно завёлся шпион. Какой огонь? Ты чё вообще говоришь, пушку убрал от меня? Я уже вам показывал значок. Пацаны, так, пацаны, принимаем первая цель, первая цель, когда начнётся путь, это будет первая коррорфорсблат. Кто убьёт, тот победит. А вот и чё ты там говоришь, и... Салам алейкум, небеса высокие, Отвлекающий момент. Решите выпилить его, серху а раз. На, 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 минус. Хороший вестой. Первая кровь пролита, и наступление началось. Бичи бегут, все к бою, к бою, к бою, к бою, бичи бегут, бля... Отходите назад. Барбарики работаем, барбарики работаем, барбарики работаем. Блядь, вам нет, но зачем? Скажем нет страху, скажем нет страху. Нет, барбарики работают. Мужики, мужики, не тратьте патроны, далеко не слишком. Не тратьте патроны, мужики. Отпустите. 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 Просто так пролезть через КПП у них не вышло, а поэтому бандиты начали разотачиваться и искать другие лазейки. Пролезть на территорию войны база в принципе никак нельзя, кроме как через КПП, учитывая, что они должны еще каким-то образом загнать сюда свои фургоны. Поэтому основной обстрел наших позиций происходил с холмов, и первые жертвы не заставили себя ждать. А сдохни нахер, козлина такая. Ой, мэм, мэм, вы мертвы. Немного выдавив нас, бандиты начали пытаться провести свои фургоны. О, красавчик все. Положили. Чисто мертвечина. Поняв, что это КПП им взять не по силам, гангстеры приняли правильное решение и нашли способ пролезть через совершенно неожиданное место. Казармы. Выдвинувшись туда, я пытался прятаться за кустами, но из-за того, что бандиты были одеты в белую одежду, не сразу понял, кто передо мной бежит и словил град пуль. Вот и первая моя смерть во время этой войны. В следующий раз нужно быть внимательнее. Вернувшись в строй и вновь вооружившись, гангстеры уже вовсю нас разворовывали. Видать, оборона дала сбой. Сначала у одного из складов было всего пару бандитов, которых получилось отогнать. Но потом туда нахлынула новая волна и меня зажали с двух сторон. Вдохни, гнидарь! Дело оказалось дрянью. Большую часть нашей обороны положили и зажали в бункере. Но что еще хуже, эти бандосы разграбили весь склад и оставили армию без оружия. Но один из солдат поделился со мной последним автоматом. Так что настало время стать последним героем и выйти в решающий бой. Держись, боец. Я стайзером, блять. Нормально, нормально. Держимся. Эх, за всю битву мне удалось подстрелить только двух, может быть, трех чуваков. А теперь его братишки бегают рядом с моим трупом и гумятся надо мной. Но стоит отдать им должное, эти террорюги действовали очень слаженно и всегда бегали толпой. Но это не последняя битва и мы еще отыграемся. Надеюсь, в будущем и армия сможет также хорошо скоординировать свои действия. Так что, если вы хотите крутую войнушку, то дверь в армейку вам открыта. Ну и посмотрим, что меня ждает во время дальнейшей службы. Оценивайте видео в комментариях и предлагайте новые идеи. Все, Томас Кей публикуй на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, оценивайте ролик.